Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразов-Мушковский Иркутск, 9 мая Сегодня провел день и вечер в кругу людей пера Генриха Адольфовича Фальборка, Ивана Ивановича Попова и других. Генрих Адольфович веселый, жизнерадостный, сильный. Сперва трудно было, потом кое-как устроился. Живет пока в Иркутске и работает над сочинением у Японии. Он хорошо знаком с теперешним министром народного просвещения в Японии, с которым был вместе в университете. Тогда еще они выработали программу комитета грамотности. Теперь в Японии уже 49 тысяч школ этого комитета. Микадо пожертвовал на это дело уже 100 миллионов йен. Теперь, когда инициатор этого дела сам уже министр, дальнейший успех обеспечен, конечно, еще в более широких размерах. Я познакомил литераторов с некоторыми из своих спутников, и мы ужинали вместе. Потребовалось некоторое время, чтобы определить общие точки касания, но потом, когда оказалось, что их больше, чем предполагалось, ужин наладился и прошел оживленно и весело. Обе стороны, мало знавшие друг друга, обоюдно проявляли и большой интерес, и большую доброжелательность. Когда начались тосты, оживление стало еще больше. Иван Иванович и доктор оказались большими мастерами по части искусства говорить эти тосты. Не уступали и мои спутники. Пили за женщин, за рыцарей, и мало ли за что не пили. Только Сергей Иванович против обыкновения как-то притих и настороженно слушал. Когда к нему приставали, он отвечал, «Нет, сегодня у меня полный сумбур в голове. Не за сумбур же пить?» Кто-то крикнул, «А почему и нет?» И со смехом прошел и этот тост. Кто-то прошелся насчет моих седых волос. «Вам уже недолго, господа, смеяться», — ответил я. «В Маньчжурии растет драгоценный корень жень-шень. Как известно, он имеет свойство обновлять организм. За обновление!» «Господа, смотрите в окна! Заря, и какая чудная, полная чар нашей весны!» И новые тосты, и огни ночи сливались с огнями зари. И мы смотрели в открытые окна на город, таинственно выступавший у наших ног, из нежного, как опал тумана. И казался он таким большим, красивым, и он, и ангара, и холмистая далия долины. Сергей Иванович, открыв окно, всей грудью вдыхал в себя свежую прохладу утра. День действительно обещал быть хорошим. Солнце уже взошло. Короткие лучи его обстреливали город. Таял последний туман, и птицы начинали уже свои песни робко, точно спрашивая, «Можно?» Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...